Блядь, опять эти ёбаные зерги. Ну всё. Пизда вам. Так, чё это такое вообще? Короче, в недалёком будущем на Земле стало слишком много преступников и всяких уёбков, поэтому люди решили их отправить в космос куда подальше, но всё пошло по пизде и эти дебилы попали в какую-то жопу. Обустроились там на трёх планетах и запилили себе свои государства. Так, ну и дальше там были всякие гражданские войны, вся хуйня, бла-бла-бла. Короче, конфедерация была разрушена и вместо неё создали Доминион во главе с диктатором Арктуром Менгском. Ну, блять, персонаж с таким именем уже как бы не может быть положительным, это понятно. А Джим Рейнер — это главный герой, тот, за которого я лично как бы играю. Он был против хуёвых приказов и диктатора, которые вели за собой многочисленные жертвы, поэтому стал преступником, а также пидорасом. И сейчас он занимается революцией, чтоб трахнуть диктатора в задницу, а именно в очко. Так, я сюда буду вставлять только важные экосцены, которые... О, блять, сука, сишку покуривает, долбоёб. Которые необходимы для понимания сюжета. Эти полсекунды были слишком пиздатые, поэтому я замедлю их в пять раз. Ебать, как палит, прям в душу, сука. Ладно, продолжим. И она принесёт как славу, так и страдания. Вперёд, мистер Финтли. Свобода ждёт. Чёрт. Блять, какой-то тупой пахос. Да пошёл ты нахуй. Я, конечно, не уверен, но, по-моему, это... StarCraft. Вау, это Близзарды, конечно, постарались над тем, чтобы... Блять. Да, наш главный герой с самого начала пьёт. Уебан. Да какая угроза, он мочу пьёт. Этот беспринципный мятежник сеет ужас и панику по всему сектору. Кстати, вполне может быть. Два банда подонков спровоцировала восстание... О, чё это за фотка, я говорю? Давай, братан, покажи, чё там, кто у нас там. Ёбаный... Это тёлка на фотке, Сара Керриган, которую наш главный герой хотел трахнуть в пизду. Когда-то, по приказу диктатора, она была на задании по зачистке местности. И когда она его выполнила, этот пидорас проигнорировал запрос на эвакуацию. И зерги, как говорится, её спиздили. Сидит теперь в депрессии и пизда страдает по тёлке. Ну ты охуел, он денег стоит вообще-то, блядь, пидорас. С этого и начинаются миссии в Старкрафте. Это будет первая, и она... Да завали ебал, адъютант, заебал! В общем, Рейнер как бы понял, что просиживать жопу дальше уже как-то не Камильфо. Поэтому он решил... Взяться за дело. Адъютант, что там у нас? Адъютант, да чё ты так кудряво пиздишь, давай лучше я. Короче, вот эти вот пидорасы, блядь, их надо убить. Сейчас я тебе их показываю, видишь, блядь, или нет? Нет, вот прям сейчас вот демонстрирую как бы экран свой, да? Их, короче, убиваешь и... Да. Как реагируют местные? Да они тебе готовы яйца лизать, блядь. Ты же понимаешь, это, блядь, диктатор, долбоёб, блядь, придурок, хуесос. Нахуй, пенсии не подымают, зарплаты задерживают. Кому он нахуй нужен? Если мы отобьём станцию у Менкска, он ещё долго не сможет вернуть себе власть над Марсарой. Правильно мыслишь. Готовь корабль. О, неужели это мне дают опробовать мою геймерскую экипировку? Отлично, клавиатура за 100 гривен, как это охуенно чувствуется? Ну ты-то точно задавишь, блядь, зэк, ёбаный. О, прикольные мемы. Вот это речь пацан толкает. Не позволяйте инакомысли расколоть наши ряды. Да. О, а вот здесь вообще написано Менкск, иди в пизду, я так полагаю, да? В центре города собирается крупный отряд Доминиона. Ну это он зря собирается. Значит пора отправить им наш подарочек. Подарочек, давай, давай, ебать. Можем попробовать. Можем попробовать. Можем не подходить. Моего брата отправили в шахту на прошлой неделе. С тех пор о нем ничего не было слышно. Да, вот это вот точно лицо обеспокоенного человека только что было. Напряженная очень ситуация, конечно. О, попиздавай. Подпробери в шахту. О, да, 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 да. А, кайф. А сейчас я лично хочу обратиться к Доминиону, а именно к Менску. Пошел нахуй. Пидорас. Не дайте Менску снова поставить вас на колени. Спасибо за внимание. О, неужели это обычная вода? Ну ты и извращенец, конечно, блядь. Малыш Джимми Рейнер. Народный герой. Короче, это его давний знакомый, который когда-то вместо него отмотал срок. Тайкус Финдли. Теперь я образцовый гражданин. Так чем я обязан честь? Блядь, ну что это, зэк, ёбаный. Хотел предложить тебе кое-что подружбе. Неужели это секс? Ладно, на самом деле он предлагает спиздить артефакты какие-то, но это не важно. Самое главное, что это будет... Прямо как в старые добрые времена. Именно. Мочеглот, блядь. Вот это меню компании просто охуенное. Здесь можно клацать на кучу интересных штук. Вот, например, эти новости ебучие. В эфире прямая трансляция из студии UNN на Кархале. И с вами я, Донни Вермиллион. Кто, блядь? Донни Вермиллион. А. Наш корреспондент на Марсаре, Кейт Локвелл, готова сообщить нам шокирующие новости. Кейт? Спасибо, Донни. Известный бунтовщик Джим Рейнер возобновил подрывную деятельность против Доминиона. И надо сказать, что возвращение получилось эффектным. Рейнер и его рейдеры напали на склад Доминиона возле станции Дальняя. Захватили деньги и оружие и раздали их местному населению. Кейт, я уверен, что местные жители не приветствуют появление в своих краях столь отчаянного и кровожадного преступника. По правде говоря, Донни, люди, с которыми мне довелось поговорить, очень рады. Спасибо, Кейт. Вот же пидорас. Джим Рейнер терроризирует мир... Да пошел ты нахуй! Захват артефакта нанесет Доминиону очередной удар. А его продажа таинственным знакомым Фингли может принести значительный доход. Ого, ну тогда... Пора задать жару Доминиону. Разнесем их базу и вытащим эту крошку оттуда. Что-то я даже как-то не напрягался с выполнением этой задачи именно. Да, было легко. Чудно. Осталось поднять эту крошку и можно убираться отсюда. Джим Рейнер убивает женщин и детей на Марсале. Да ты заебал! Так это все происходит в 26 веке. О, я, конечно, извиняюсь, но фак мой мозг. Командир, сканеры показывают скопление биосигналов зергов у места раскопок. Да блядь! Как же я не догадался. Тайкус, чтоб ты сдох! В этом задании я должен был сидеть на базе и отбиваться, но я настолько пиздатый, что тупо иду и ломаю этих насекомых. А вот это моя первая пасхалка. Таурен из Варкрафта заходит в так называемую межгалактическую парашу и начинает обратный отсчет. Время Ч-3, время Ч-2, время Ч-1. И полетел в атмосферу. Да, я бы тоже хотел обладать таким кораблем космическим лично. Зря я начал выебываться на этих зергов. Наконец-то спасительный петушиный корабль. Просто посмотрите, сколько здесь этих зергов. С каждого угла выбегают, с каждой пизды вылезают пидорасы. Черт, Джимми, ты многого мне не рассказывал. Ты чуть не опоздал, мать. О, это же наш капитан корабля. Я вас ни разу не подводил, сэк. Да че ты пиздишь, они меня чуть не сожрали. А вот так вот у нас выглядит гиперпрыжок. Это не имеет смысла, просто красиво выглядит. Кайф. И тут мы узнаем, что зерги начали захватывать все планеты и вообще полный пиздец. Эксклюзивная замясть подтверждает, что роль действительно возглавляет королева клинков. Это та самая Керриган, которая теперь заправляет зергами. И сейчас... Она пришла завершить начатое. После еще одного артефакта наш любимый алкоголик решил прогуляться по своему прекрасному кораблю. Так сказать, устроить легкую прогулочку. И именно встряхнуться и развеяться. Но происходит что-то странное. Криповое. О, нет. Нет. А, блядь, это мужик с головой в форме хуя. А, нет, это Азератул. Все нормально. Ну, тут он начинает свои охуительные протыски истории. Рассказывать, блядь, где он там побывал. Че, видел. Кому это нахуй не интересно, короче. Так, он че-то передал ему. Ну, и сейчас он самое главное скажет и съебется. Судьба всего сущего висит на волоске. Не может быть. Я тоже рад был тебя видеть. В общем, Азератул скинул все, что увидел, на флешечку и передал ее Рейнору. И вот его охуительная история. Он искал какое-то ебучее пророчество о том, что будет со вселенной. Как вдруг оказалось, что Керриган тоже искала его. Как неожиданно. Короче, Азератул нашел это пророчество и попиздовал к экспертам для того, чтобы его расшифровать. И внезапно этих экспертов захватил в плен некий гибрид протеса и зерга. Он, кстати, довольно неплох. Я его долго убивал. Как только он их освободил, эксперты ему сказали, что миру грозит опасность, а именно полная пизда. И за всем этим стоит какой-то очень злой гандон. Научно выражаясь, межгалактический пидорас, который хочет все уничтожить. Далее он направился на свою родную планету, Айур, которую когда-то захватили зерги. Там был труп сверхразума, огромной хуйни, которая в свое время управляла всеми зергами. Неожиданно он встречает Тасадара. Это тот, кто суициднулся со своим кораблем, чтобы бить сверхразум. Вот почему, кстати, протесы говорят «Энтаро Тасадар». Короче, он сказал, что зерги не такие уж и плохие. Их просто контролировал тот самый вселенский хуесос. А сверхразум придумал план, чтобы спастись от него. Превратил Керриган в главную по вопросам зергов. И Зератул такой «Хуй мне в рот, как это возможно?» Это безумие. Тут Рейнор узнает, что пиздить артефакты их нанял сын Менгска. Слышь, ты пидорас, ты уф... Хуес, пидор. Но ведь я могу дать тебе шанс спасти Сару Керриган. Ну и после того, как они, а именно я, потому что я, блядь, всё это делал, сука, добывают последний артефакт, наступает момент, когда нужно дать пизды Керриган и её зергам. Ну как это можно серьёзно воспринимать? Она же вылазит из здоровенной пизды, ты чё ёбнутая? Как мило. Микроконтроль, блядь, профессионализм, я не понимаю, что я делаю. Как же интересно играть в стратегии, будучи дотором, сука, это просто 10 из 10. Ну всё, тебе пизда. О, так это настоящая Керриган. Неожиданно. Бля, ну взорвётся... О, пиздец. А, бедные зерги, они же все сейчас взорвутся, нахуй тоже, а-а-а. На самом деле, жалко их, они же ни в чём не виноваты. Тупые люди, блядь. Уебаны просто, зачем они это делают? Ладно. Блядь, ну нахуя она так руку высянула? Сука, Старкрафт, прекрати. Да они даже специально камеру так поставили, уёбки. Фу, ну и уродина, блядь. Кстати, почему у неё и остались такие же волосы? Она же, по идее, человек теперь. Хотя, кого это вообще ебёт? Самое главное, что вот Тайкус, вот этот вот, пидорас. Тайкус. Тот ещё уебан. Такого чёрта. Это сделка с дьяволом, Джимми. Её смерть. Моя свобода. Эээ, я ДЦП, блядь. На этом заканчивается первая часть Старкрафта. Серьёзно, это вся сюжетная линия компании Тиранов. Я специально пропустил несколько спойлерных моментов, которые могут подпортить впечатление тем, кто хочет сам поиграть в эту игру. Хотя, блядь, уже 6 лет прошло, вы чё, ёбнутые? В общем, такие дела. С вами был Слидан, до следующего Старкрафта. Хе, да. А, блядь! Нееееет! Ой, фух. Шёлкаш ёбаный, блядь, опять сидишь здесь, пидорас, сука, старый, заебал. Может, хватит уже, блядь? Но я хочу пить, блядь. Да заебал всех уже, старый хрыч, успокойся. Я не могу, блядь, рюмка сама ко рту лезет, понимаешь или нет? Это, блядь, зависимость у меня. К врачу тебя надо, блядь. Тоже мне алкоголик хуев. Только попробуй в руки взять ещё раз, сука. Ты мне не указ, блядь, сука, пидор, мелкий. С завтрашнего дня ты спишь под шконкой. Всё, блядь. С завтрашнего дня. С завтрашнего дня.